Путь металла к прокату Но у этого прогрессивного способа есть скрытые затаившиеся пороки Первый порок окисление брызг и заплесков оседающих на стенках изложницы при ее заливке жидким металлом Он проявит себя потом в виде поверхностных дефектов на слитке Следствие этого явления локальный микрорасслой и разрыв металла при прокатке Народное хозяйство страны теряет в виде отходов и брака до полумиллиона тонн металла Второй порок отставание слитка от плавки вследствие его приваривания к поддону или изложнице Извлеченные холодные слитки формируют в сборную плавку неответственного назначения Их прокатывают затем с холодного всада с дополнительной затратой топлива и повышенным угаром металла Изучая гидродинамику разливки стали сверху на моделях Ученые Дон Ни и Чермета установили, что интенсивное вращение потока жидкости при истечении через канал круглого сечения Приводит к расширению струи под действием центробежных сил и повышенной турбулентности ее поверхности Быстрый распад струи и попадание ее в незащищенные места поддона или дна глуходонной изложницы Основные причины интенсивного брызга образования И слиток приваривается Как же получить высокоорганизованную струю с малым углом раскрытия и низкой турбулентностью поверхности? Исследуя влияние различных форм сечения канала на степень организации струи Пришли к выводу, что четырехлепестковый выпукло-вогнутый контур наиболее отвечает условиям поставленной задачи Ученые Донни и Черметов в сотрудничестве с работниками промышленного объединения УК Огнеупорни Руд и завода Кривороссталь Внедрили новую технологию разливки стали в 1976 году За годы десятой пятилетки на металлургических заводах Украины Разлито через стаканы с фигурным сечением канала 35 миллионов тонн стали В результате внедрения такой технологии разливки Народное хозяйство страны получило с заводов Украинской ССР 150 тысяч тонн годного металла дополнительно Среднегодовой экономический эффект от внедрения разработки на заводах Украины Составил 2,5 миллиона рублей Эффективный труд ученых 10 рублей на 1 рубль затрат Отмечен золотой, серебряной и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok